Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Тема нашего урока правила о порядке выполнения действий Давайте выберем верное решение для выражения 20 разделить на произведение чисел 2 и 5 Первое. 20 разделить на 2 равно 10 И 10 умножить на 5 равно 50 Второй способ. 2 умножить на 5 равно 10 И 20 разделить на 10 равно 2 Если мы посмотрим на эти два способа решения То увидим, что у нас ответы получились разными В первом случае 50, во втором случае 2 А такого быть не должно Если мы решаем пример разными способами То значение его должно быть все равно одинаковым Какое же решение верное? Верным будет являться второе решение Потому что в выражениях со скобками Сначала выполняется действие в скобках То есть мы сначала должны 2 умножить на 5 Это получается 10 А потом 20 разделить на полученный результат То есть на 10 Это получается 2 Итак, для того, чтобы не было вот таких ошибок Мы должны будем повторить правила О порядке выполнения действий в выражениях Итак, правило первое Если выражение содержит только знаки плюс и минус Или только знаки умножить и разделить То действие в таких выражениях выполняется по порядку Слева направо Например, 65 минус 20 плюс 5 минус 8 равно 42 В этом выражении у нас содержатся только знаки плюс и минус И мы все действия будем выполнять по порядку Сначала 65 вычтем 20 Получится 45 Прибавим 5 Получится 50 И вычтем 8 Останется 42 24 разделить на 4 умножить на 2 Разделить на 3 В этом числовом выражении у нас только знаки умножения и деления Значит, действие в упороне Выполняем по порядку 24 разделить на 4 равно 6 6 умножить на 2 равно 12 И 12 разделить на 3 равно 4 Второе правило Если выражение содержит не только сложение и вычитание Но еще умножение или деление То сначала выполняют по порядку Опять-таки слева направо умножение и деление А потом уже сложение и вычитание Также слева направо по порядку Например, 120 минус 20 деленное на 4 умноженное на 6 Сначала мы выполняем умножение и деление по порядку Сначала у нас идет деление Поэтому мы 20 разделим на 4 Получится 5 Умножим на 6, получится 30 Теперь вычитаем 120 минус 30 равно 90 460 плюс 40 минус 50 умноженное на 4 Сначала выполняем умножение 50 умноженное на 4 равно 200 Теперь выполняем сложение и вычитание по порядку 460 плюс 40 500 и 500 минус 200 равно 300 360 разделить на 4 плюс 10 Минус 8 умноженное на 5 Сначала выполняем деление 360 делим на 4 равно 90 Выполняем умножение 8 на 5 – 40 90 плюс 10 равно 100 100 минус 40 равно 60 180 разделить на 2 минус 90 разделить на 3 равно 60 Выполняем деление 180 делим на 2 равно 90 Выполняем деление 90 делим на 3 равно 30 И 90 минус 30 равно 60 И третье Если выражение содержит одну или несколько пар скобок То сначала находят значение выражения в скобках А затем выполняют действия по правилам 1 и 2 Которые мы только что вспомнили 1000 минус в скобках 100 умноженное на 9 плюс 10 Выполняем сначала действия в скобках В скобках выполняем умножение 100 умножаем на 9 равно 900 Плюс 10 – 910 Теперь 1000 вычтем 910 1000 вычитаем 900 Получается 100 минус 10 равно 90 5 умножаем на в скобках 76 минус 6 плюс 10 Выполняем действия в скобках По порядку Так как здесь у нас только сложение и вычитание 76 минус 6 равно 70 Плюс 10 равно 80 Теперь 5 умножим на 80 Получится 400 80 плюс в скобках 360 минус 300 Умноженное на 5 Сначала выполняем действия в скобках 360 минус 300 равно 60 Теперь мы выполним умножение 60 умножим на 5 Получится 300 И теперь 80 плюс 300 равно 380 99 умножить на 2 разделить на в скобках 43 минус 40 деленное на 11 Сначала выполняем действия в скобках 43 минус 40 равно 3 Дальше по порядку идем 99 умножим на 2 90 на 2 – 180 9 на 2 – 18 180 плюс 18 равно 198 Теперь нужно разделить на 3 180 делим на 3 равно 60 18 делим на 3 равно 6 66 разделим на 11 равно 6 Вот такие правила нужно знать И использовать при решении выражения в несколько действий Если вам понравилось видео Смотрите остальные видео уроки на нашем сайте Если у вас есть вопросы или предложения Оставляйте свои комментарии под видео